Всем привет, мои любимые котята! С вами Бабулех, и мы наконец-то дождались планеты! Последний альбом Кости вышел больше года назад, и фанаты ждали планеты очень долго. Сначала Костя говорил точную дату, потом говорил, что планеты выйдут тогда, когда он появится на фитах трёх ключевых альбомов трэп-исполнителей, и, видимо, последним стал альбом Платины, Апиат и Круг. Итак, пойдём к самому альбому, в него вошло 13 треков, а гостями проекта стали самые известные трэп-исполнители, в данный момент Ауджи Будда, Билл Кристал и Платина. Первый трек называется «Кто я такой?», и Костя не сильно ушёл от своего старого силы. Резкие восклицательные бэки и жёсткая стилистика. Смысл трека в том, что плохой парень сам не может понять, кто он на самом деле. Второй трек называется «Умный», который не соответствует названию, и припев не стоит иронию противоположных слов. Я как грустный, грустный, бесит эта тупость, тупость. Я залез на рюкни, я как крокод оболзу, я тупость, тупость. Я с тобой не буду, не куплю дури бусы, бусы. Третий трек это «Фит с Платиной», который Костя активно сниппил и частично палил его. Сам трек очень трэповый и качающий, а парт Платиной очень необычен, так как там нет такого тюна, который юзает обычно Платин. Ты не найдешь меня, если я так захочу, я приду к тебе домой, потому что так могу, я забираю у тебя все. Четвертый трек называется «Старт», в котором смысл того, что Костя успешно стартанул музыке, и у него есть подружки и дорогие вещи. Пятый трек называется «Дыра». Трек о том, что Костя настолько быстро дает деньги, что сравнивает эту бездумную трату с дырой, которая засасывает его деньги. Шестой трек «Тучи», который из всех треков выше, мне понравился больше всего. Он очень мелодичный и инструментал его необычный. Седьмой трек тоже мне очень понравился, так как бит будто заставляет Дэнсити флексить по-кошаче. Бит очень бодрый и ритмичный, отличающийся от других смысл трека в том, что Костя обманывает своих тап. Восьмой трек это снова «Хардтрэп». Называется «Капкан» и на фите «Лил Кристи». Трек отличается холодным вайвом и даже трэповой мрачностью. Трек про сучек, которые крутятся вокруг плохого парня и всех рэперов около него. Девятый трек под названием «Джип», который напомнил мне западное звучание. Что-то похожее на трек «Лил Гатита» «Дарил Худбэби». Именно по структуре ритма бита, но сам трек очень кочевый и сильный. Десятый трек «Каспер» «Номер один». Своим названием напоминает трек с альбома «Лил Кристи» «Айрфорс» «Номер один». Продюсер данного трека очень талантливый парень Паша Маленький Ярчик, про которого в скором времени будет видео. Одиннадцатый трек – это трек «Хулиганы» с «Олджи Буддой». Парни показывают свой стиль. Также в этом треке есть отсылка на трек «Опуса с плохим парнем». Также этот трек можно слушать ради панчей Будды. Например, таких, как «Толстые ляхи», «Сука носорог». Двенадцатый трек очень грязный по звучанию и мрачный. Называется он «Камни». Костя читает о том, что на нем камни. В смысле цепи с бриллиантами. Тринадцатый трек – это, наверное, самый интересный трек с планет. Это «Капли». Также фит с «Платиной». Смысл трека в том, что люди исчезают, будто капли. Даже, наверное, смысл, что некоторые артисты очень быстро сдуваются. Как по мне, новый релиз «Плохого парня» довольно неплох. И я вам советую послушать его полностью. С вами был Бабулев. До скорых встреч, котята. Слушайте топовую музыку.